Приветствую, друзья! Желаю вам здоровья, счастья! И чтобы вы, просыпаясь утром или засыпая, так внутри себя как бы размышляли, чего вы хотели, как быстрее бы это получить, то, что вы хотите, решение тех вопросов, которые давно не решались, но просто помечтали об этом, именно между сном и бодрствованием, погружаясь в сон через эту безмятежность и просыпаясь из сна, и вот так лежишь, размышляешь о чем-то, решаешь какие-то волнующие давно тебя вопросы, и в этот момент, когда ты о чем-то мечтаешь, или вот я, например, сегодня наконец-то выспался, а это очень важно для каждого человека, мы просто иногда не замечаем, что бедой всех наших многих проблем является недосыпание. И вот я выспался, наконец, и я лежу и мечтаю, что я решу какой-то важный для себя вопрос, а мне сейчас очень важно, чтобы мы вот эту физкультуру, в которой есть наша синхрогимнастика, я буду повторять об этом снова и снова, чтобы вы это отметили для себя, кто еще пока не в теме. и вот я лежу, я об этом думаю, засыпаю, просыпаюсь, я об этом думаю, и оказывается вот этот момент перехода в сон и просыпание, я прохожу через это нулевое состояние безмятежности, в котором сразу автоматически отсекаются страх, комплексы, стереотипы мышления, ну, Тесла так делал, он называл это состояние по-своему, встреча с абсолютом, я называю это нулевым состоянием, но об этом же, собственно говоря, наверное, и говорил Будда, когда говорил, что надо научиться нирвании, в котором нету страха, потому что рождение, он говорил, связано со страхом, жизнь и со страхом, и смерть и со страхом, а в этом состоянии нет страха, и поэтому в этом состоянии происходит восстановление клеточек мозга, в первую очередь, конечно, в клетки мозга поступает кислород, дыхание там, кстати говоря, вроде дышишь и не дышишь, то самое состояние, дыхание, которое выучил Бутейко, то самое состояние дыхания, которому учат многие, которые занимаются техникой дыхания, но сейчас дело не в этом, сейчас дело в том, что я показываю этот учебник физкультуры, для 10-11 классов профессора Матвеева, потому что там синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ, и там надо подбирать по принципу ключа те действия, которые синхронны текущему вашему состоянию в моменте, это очень важно, потому что Будда, например, которого я очень люблю, и Моисей, и Христос, и Магомед, они, видимо, тоже все говорили об одном и том же, как сохранить человеке человека, как ему соприкоснуться с этой вечностью, с этим безвремением, ну, там может быть повторение мантры, повторение молитвы и так далее, то есть человек делает это все инстинктивно, даже не знает никакой философии, никакой религии, например, жестикулирует, это синхронное действие к текущему состоянию в моменте, или сидит вот так делает, или ногой качает, или пальцами стучит, или голову чешет, или жует, и напряжение падает, и он может есть бесконечно. Вот я хочу сказать, мы с моей приятельницей, со Светланой Аполлоновой, делали записи, и вы через недельку ее посмотрите, она выставит там у себя в интернете, а мы потом перекачаемся, ее разрешение у себя в Ютубе поставим. И то же самое мы с Киселевой, с моей приятельницей, с Валентиной Эдуардовной, делали записи. Вы посмотрите, мы все говорим почти об одном и том же, только разными словами, о чем говорил и Далай-Лама недавно. Он говорит, 8 миллиардов людей на планете. И мама любила каждого своего младенца. Мы забываем об этом, что мы все одинаковые. Мы все одинаковые, но 8 миллиардов на планете, у каждого есть своя религия или своя философия, своя национальная принадлежность, свои преимущества индивидуальные и недостатки, свои проблемы. И мы никак не можем так договариваться, чтобы мы наконец, чтобы сохранилось человечество, чтобы был мир на планете. А мы говорим об этом и с генерал-полковником Ивашовым. Как важно, чтобы был мир на планете. И говорили об этом с Игорем Николаевичем Острецовым. Как важно, чтобы был мир на планете, чтобы сохранить разум на планете. Друзья, мы говорим все об одном и том же, но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что человек, когда находится в стрессе, он ничего не слышит, не видит, у него вот это эго как раз таки и сопровождает его состояние. Поэтому для того, чтобы мы услышали друг друга и могли взяться за руки, друзья, и вместе мы только можем сохранить мир на планете, никому поодиночке невозможно заменить ее, у всех вместе. Мы только вместе можем все это сделать. А у многих у нас, и вот у меня много друзей, которые лично ко мне приходят, мы чай пьем, говорим, как это здорово, как это здорово. Я его хвалю, он меня хвалит, а тогда я ему говорю, давай ролик сделаем. Нет. А он большой специалист, у него там полмиллиона или миллиона подписчиков, а он не выходит на то, чтобы вот как мы с Киселевой с удовольствием делаем. То же самое мы сделали с Аполлоновой, то же самое мы делаем со всеми. У нас две книги уже напечатаны, в которых участники нашей Школы Человек Будущего со своими приемами выходят. Я не буду сейчас их перечислять имена, но вы их хорошо знаете. Смотрите у нас под роликами в описании и книги наши, и многое чего. Как страх использовать, чтобы создавать шедевры, а не покоряться страху. Как стресс любой использовать. Так у нас же есть это все, и мы говорим в этой физкультуре, подбери себе действия синхронные текущему состоянию в моменте, и ты выйдешь на это состояние безмятежности, о которой говорил Будда. А это же не религия, это буддизм. Поэтому они там много с учеными общаются, чтобы разобраться, как работает мозг, как можно продлить долголетие человека. И наша школа, человек будущего, иначе говоря, школа человечность, этим же самым занимается. А я вам в следующем ролике скажу и повторю то же самое, что в этом учебнике, почему я про него все время говорю. Потому что там, как подбирать действия синхронные текущему состоянию, потому что там из всей этой физкультуры, из любой, есть действия, которые когда совпадают с вами в моменте, они сразу снимают стресс, вы выходите на это состояние легкости, парения, и вам хочется продолжать это упражнение. Критерии вот, подбирать эти действия, которые хочется продолжать. И повторяемые движения снимают напряжение. Вот простые истины. Но донести надо до каждого. Поэтому, друзья, вечные ценности. Поэтому, друзья, я и сформулировал в свое время, что такое творческий подход. Это поиск наиболее простого решения, сложной задачи. Через призму общих человеческих ценностей. То есть, будь человеком. Помните? Баранхин. Будь человеком. До встречи, друзья.